Девушка, Сбербанк онлайн заблокирован. Все. Мне пришлось ее напомнить, что есть такие уголовные статьи, как тавита, служебный подлог. Протензия на трех листах подаю вам, при вас расписываюсь. Сомнения есть? Нет сомнений. Подпись есть, вискор не разблокировано. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени Антон. Не надо все лепить в одну кучу. Не сервис, а сервис. Начинают надо мной издеваться. Что вам еще надо? Эти операции там нет. Здесь есть, а здесь нет. Почему они все разнятся? Банк без моего разрешения стагнировал операцию. Я скриншоты успел понаделать, и следов не осталось. А скриншоты-то понаделаны. Почему? Как? На каком основании была операция проведена успешно, а потом была стагнирована? Здравствуйте. Все через эту штуку? А мы вчера с вами живую пообщались. А где тут решить проблему? А, проблема – это продукты. Не заняты? Вопрос какой-то. А вопрос по поводу Сбербанка онлайн. Ответили вам? Не, у меня другой вопрос. Вот люди пытаются перевести денежку, да, по номеру телефона. Да. И им пишут, получатель не дал согласия на перевод по номеру телефона Сбербанка. Это как так? Да, это если у него, они подключены в мобильный банк, полный пакет. То есть есть определенные пакеты, которые, например, либо… У кого у него? У меня, что ли? Ну… Люди меняют, по номеру телефона пытаются перевести денежку. У вас смс-повещение фона подключено, это 60 рублей, которые стоят? 60 рублей снимается. Мобильный банк, 60 рублей. Может быть, вам вместе с Сбербанком онлайн, он и мобильный банк тоже заблокировали. Тоже может быть. А вы можете проверить? Нет, это если вас когда вызовут, они могут посмотреть программу, я… Хорошо, проверим. Благодарство. Благодарствую. Спасибо большое. Так, у меня три вопроса. Первый – это примите, пожалуйста, претензию. Претензия на трех листах. Сама претензия на одном листе плюс две страницы на это приложение. Так, в двух экземплярах подаю вам. При вас расписываюсь. Личный. Вы не сомневались, да? Вы вчера послушали, наблюдали? Нет, не были? Сомнения есть? Нет сомнений. Благодарство. Значит, при вас расписываюсь. Так, один экземпляр вам, второй – мне, с отметкой о принятии. Ходящий, фамилия, имя, отчество, дата, должность полностью, фамилию. То есть, вы вчера выставляли обращение на блокировку в Барбанку НЛАН, правильно я понимаю? Я трижды выставлял. То есть, вам вообще его не разблокировали, да, я так понимаю? Ну, я так понимаю, и не собираются. Хотя я через два часа после блокировки пришел, написал письменное обращение. Вот оно, оригинал. Имеется на руках. Подпись есть. Все нормально. До сих пор не разблокировали. Я уточняю для зрителей, которым это все будет интересно. Само обращение можете вон, эту требовательную часть только указать. Ну, я так и прописала, что необходимо разблокировать вход в Барбанку НЛАН в дальнейшем. Тут от БАХа содержится в составе. Мы не читали состав? Кристина, не отвлекать вас? Да. Лучше на первой странице. Давайте. Здесь удобно будет или вот здесь? С какой стороны лучше? Без разницы, где удобно. Главное, выше этой подписи. Печать не ставить вам? Обязательно. И время, пожалуйста, укажите. 16,49. 16,47. 16,47. Да, чем... А какая разница? Большая. Могу здесь переписать и отдать мне. Дайте посмотреть, пожалуйста. Где здесь? Думаете, не читаем обоих? Нет. Просто печать никогда не ставится поверх подписи. Ну, давайте перепишу. Это вот общепринятое заблуждение. Вы тут что написано? Приняла, да? Приняла. А должность, фамилию указали. Замечательно. Давайте должность сейчас. Я перепишу, ради бога. А можно? Нет, давайте я перепишу. Да, да, да. И печать, ну, Владимир, чтобы не залазило на фамилию. Единственное слово. Принял ИСМОЛ. А что такое ИСМОЛ? Старший менеджер по обслуживанию частных людей. Ага. Кратко спрашиваю. Ну, сойдет. Мне главное, что фамилия, собственно, наручно написана. Благодарство. Есть какие-то вопросы остаются? Да, есть вопросы. Так. По поводу обращений. Вот смотрите. Вот у меня есть множество обращений, да, к вам. Начиная с 24 января. Вот я не знаю, какие из них вчера оформил, а какие там 24, до 25, еще 4 февраля. В общем, они все мне выданы вот в таком виде, да? То есть какой-то абзац и печать и розчис. А официальный ответ, я так понял, выглядит мотивированный вот так вот. То есть указывается причина, решение, да, и основание. То есть мотивированный официальный ответ. Должностное лицо, все официальное. Если это есть, хоть какие-то реквизиты банка. Вот мне можно вот такие вот все. Можно же реквизиты банка указаны? Ну, нету решения, нету оснований. То есть просто какой-то ответ, собственное мнение. Всего доброго, до свидания. Тогда можно вот так же оформить каждое обращение? Ответ на каждое обращение. Вот эта бумага еще нужна? Кристина, я не настаиваю, я понимаю, что это долго. Но если есть вот такая вот возможность. Возможно, мне просто формат не поставили галочку или не ту форму выбили. Нет, Антон Николаевич, смотрите, получается. Нет, обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени Антон. Вот так можно сделать, нет? Или это долгое время? Это заказывать нужно, чтобы они именно предоставили вам в таком формате. Оформлять новое обращение, правильно? Да, да, да. Ладно, мне это стоит. Нет смысла времени тратить. Так, и у меня еще один вопрос. Смотрите, вот мне только что человек сообщил, да? Впервые в истории я вашим банком пользуюсь, услугами вашего банка пользуюсь, ну, как минимум лет 15, наверное. И впервые человек не смог перечислить денежку. Вот смотрите, номер телефона, и что ему пишут? Он пытался с ВТБ перечислить по номеру телефона. Впервые человек с какого-либо банка не смог перечислить по номеру телефона. Что якобы со стороны... На ВТБ как будто бы не дали доглашения, да? Это вот, я предполагаю, это связано с блокировкой в Сбербанк онлайн. Да, скорее всего. А как-то это можно выяснить? Только через номер 900 можете позвонить, они вам прям полную... Они скажут, мы не можем вас идентифицировать? Нет. А, ну то, что вы паспорт не предоставили. Ну, а здесь я на... Вот я здесь, давайте при вас позвоним. Или вы по внутреннему телефону позвоните. А мы тоже должны им предоставить ваши данные. Серию номер паспорта, имели и мое отчество. Для того, чтобы они нам дали какую-то либо информацию. Так а в чем проблема? Вот же обращение оформляется, смотрите. Программ давайте позвонить. Ну? А как у вас там был переворот? Вы просто назовете имя, ваше что, фамилию и скажете, что... А это вот, буквально час назад. Вы можете номер обращения назвать. Да, и сказать это... Это же не персональные данные. Сказать, что я тут. Бумажка у меня с собой. Листинство установлено. Я бы распечатал, но... А вы так они не запрашивали информацию? Да, я бы не успел просто распечатать. Я бы распечатал. Меня интересует, это что такое вообще? Почему люди не могут перечислить денежку? Это через систему быстрых платежей проводится? Я не знаю. Это этот... Как сказать? Вот у вас Сбербанк онлайн, а ВТБ есть... А, ВТБ своя программа. Да, ну, интернет-банкинг какой-то. Для физлисов, я так понял. Просто как, допустим, бумага Сбербанка онлайн, перевод... ВТБ онлайн. ...парту по номеру с телефона. 30, да, это из-за того, что Сбербанк онлайн у нас по машинке будет не заблокироваться. Из-за блокировки Сбербанк онлайн? Значит, мне нужен официальный ответ на бумаги, с печатью с росписью. Оформление? Спасибо. А у вас это не наличные? Обращение будем расставать? Конечно. Только текст, пожалуйста, с моих слов. А то вы опять там что-нибудь напишете. Ну да, у них так же называется ВТБ Млайн. У вас есть такая выписка последние, там, допустим, 50 операций? Даже больше можно заметить за этим пока. Ну, меня вот интересует за текущий год. Конечно. С указанием времени. Там время и дата. Потому что мне вчера дали, там времени нет, сколько дата. А судьба, скажите, вот что. А мне интересует именно дату, потому что это очень важно при разбирательстве. Вот, господи, вот смотрите, только дата, времени нет. Нет. Нету времени, и тут и времени нет. А, вот она какая. Ага. А я смотрел у вас на сайте, то есть, вот, Сбербанк Онлайн, там есть такая штука. Когда вы заказываете сами, да, через банк? Да, там есть этот, последние 10 операций. У меня то же самое, только чтобы захватить 24-е число. Ну, мы можем, допустим, заказать и здесь распечатать на нашем принтере и заверить. Давайте. Давайте подключите Сбербанк Онлайн к нашей программе. Куда? Сбербанк Онлайн, для того, чтобы на принтер нам выпустить данные документы. Какую документу? Так, выписку вы хотите же по карте? Да. Сбербанк Онлайн, говорите, что там есть совреки. Девушка, Сбербанк Онлайн заблокирован. Все, тогда только заказать можем. Так заказывайте. За какой перевод, расскажите сразу. За весь год, это текущий, да. За 21-й. Ну, чему 21-й? За 22-й. За текущий год. За два месяца? За текущий год. Неварь и февраль, да? Текущий 22-й год. Хорошо. Так, давайте пропишем информацию, которую вы хотите указать. Перевод. Мне нужна дата, время, описание операции и сумма. Только вы прежде чем... Номер карты можете сказать? Да, прежде чем отправлять, вы согласуете со мной текст. Я вам распечатаю заявление, вы прочитайте. Если что-то нужно будет внести, какие-либо изменения, вы мне скажете, я их внесу. Потому что вчера, Кристина, я вот скажу вам, да, Наталья сообщила недостоверные сведения. Мне пришлось ее напомнить, что есть такие уголовные статьи, как клевитаз, лживный подлог. Теперь по... Потому что вам не могут сделать перевод. Нет, подождите. Вы прочитайте текст. Я хочу услышать. Клиенту неотказуемо предоставить подписку по карте. Номер карты. Запиливают с 1.01.22 по 15.02.2002. Указанием даты и времени проведения операции. Сумма операции и описание операции. Дата, время, сумма? Не описание операции. Не описание операции. ТЧК с обязательным указанием времени операции. Допишите отдельное предложение. и указание проведения операции указание проведения описание говорю описание операции с обязательным указанием времени операции прям отдельным предложением а то пропустит мимо глаз какой несколько раз не к вам бегать надоело поднимите вопрос вы можете распечатать расспись отдельным 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 обращением вот это вот по выписке чисто давайте отдельное обращение следующее обращение будет по невозможности совершения перевода не надо все лепить в одну кучу все равно не так написали как я говорил ладно садил обязательным указанием даты и описание проведения операции не просил отдельным предложением печать розпись должность может пока ворде текстом печатайте а потом скопируйте нет уже все запустилась печатаем 15.02.2022 примерно в 16.00 мне стало известно о том что знакомый через сервис втб онлайн не смог отправить не смог совершить операцию перевод не смог совершить перевод денежных крест по номеру телефона по причине кавычки открывается пишем получателям не дал необходимо предоставить письменный ответ да требую предоставить официальный ответ указанием причины отклоненной операции какие-то дополнения будут не все девушка наверное ошиблись не сервис а сервис делитесь получателем инструкции ей там на следующей строчке получателем инструкции ей надо слово добавить инструкции перед кавычками и вот здесь запятую берите пожалуйста и здесь не должно по правилам сказать слово добавили все печатаем так и последним вот тут пришла смс . обращение рассмотрено распечатайте мне пожалуйста ответ чего там опять опять задумался подгружают данные столько денег гребете интернет никакой и текст самого обращения распечатайте тогда пожалуйста заверить фамилия должность самое главное это фамилия полностью дата время это неполная выписка но мы же по новой заказали это вот то что вы вчера заказывали сейчас я распечатала так еще не понял по моему информация не соответствует действительности секундочку 25 ну в любом случае с вами заказали новые выписки все было указано прикинь что они делают они стагнировали операцию которую вот я на тимков тысячи рублей перевел тысячи рублей на карту тинькофф успешно все нормально тут же пытаюсь перевести 15 тысяч и мне сбербанк онлайн блокирует начинает надо надо мной издеваться я уже четвертый или пятый раз прихожу сбербанк пишу заявление разблокируйте ни в какую при этом из отчетов пропадает и из смс пропадает та операция которую я успешно совершил на ту же карту и мне сейчас меняют что я типа якобы мошеннические действия какие-то совершил вчера я приходил с пакетом 20 документов от меня требовалось я выставила обращение я не вижу этой операции что тысяч рублей было новую выписку так стагнировано уже видно же сразу ладно будем разбираться вот человек мне перевел тысяч рублей а то что я кому-то перевел тысяч рублей вообще отсутствует информация это скорее всего те операции которые именно вот читайте сейф поймет то что мне перечислили а вот сейф дебет то что я где ты в дебет дебет дебета нету за 24 числа за 24 число только один этот приход а я отправлял тысячу рублей дебет это когда вы переводите и не смотрите на 1 января вон я говорю 24 все произошло 24 1 запись только понимаете тут даже не то что я тут же пошел в банкомат и снял определенное количество здесь есть здесь нет почему 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 они все разница как-то вот видите это операции там нет и че так это это мне это мне перечислили а я перечислил вот это вот информация они вот здесь не показали вот она эта информация вы не путайте 24 января я поняла я вам говорю что вот эта вот тысяча рублей она же отобразили здесь ходячий отображен а то что я отправлял нигде не видно а то что вам получается вот смотрите 13 18 все зафиксирован то есть банк без моего разрешения стагнировал операцию они 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 вдруг ни с того ни с сего решили что совершаются мошеннички действия и заблокировали и отменили вот этот успешный перевод чтобы я потом ничего не доказал очень творится теперь понятно почему время тянули банк а чтобы стагнировать операции и следов не осталось придет не успел наделать скриншотов чем он закажет скриншот то понаделана более того я сейчас обращусь к человеку с той стороны со стороны банка тинькофф и он сделает выписку что за сбербанку онлайн пришла такая операция и потом было отменено вот и все вот я сейчас подготовлю текст и завтра к вам приду и или на восемь восемьсот позвоню на номер девятьсот ну да туда туда позвоню скажу чтобы мне дали все подробности почему как на каком основании была операция проведена успешно потом было стагнировано благодарствую до свидания нету они это стагнировали эту операцию анжелы благодарствую всего хорошего а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok